После всех волнений последних недель нашим олимпийцам в Бразилии предстоит в ближайшие часы уже по-хорошему волнительный момент. Через несколько часов сборная России выйдет под российским флагом на церемонию открытия игр. Дорога на легендарный стадион Маракана оказалась как никогда сложной для команды. Допуск к соревнованиям спортсмены получали до последнего. Вот всего час с небольшим назад разрешение было дано Ольге Забелинской, которая на предыдущей Олимпиаде в Лондоне завоевала две медали в шоссейных велогонках. Она одна из тех, кого пытались не допустить в Рио-де-Жанейро, ссылаясь на дисквалификацию за допинг, пусть даже отбытую. Такое условие ставил Международный Олимпийский комитет, но вот сегодня сам же от него отказался. Мог подчиняться вердикту спортивного арбитража, запретившего наказывать за допинговые нарушения дважды. Это открывает дорогу и другим нашим атлетам. Борец Виктор Лебедев завтра рано утром вылетает в Бразилию. Уже там и тренируется пловчиха Юлия Ефимова. С ней встретились мои коллеги, репортаж Антона Вольского. Юлия Ефимова признается, что прошедшие месяцы были самыми сложными в ее жизни. Такого эмоционального напряжения не было ни перед одними соревнованиями. Даже на радость сил уже не осталось. Я замучилась. Вы понимаете, сколько это все длилось. До самого последнего это все тянули. Сил мало, но злости много. У меня получается, в принципе, с самого февраля, вот как это все объявили, и оно шло. Потом сказали, все, все опровергли, оправдали меня, все нормально, едешь. Потом не едешь. Потом опять едешь. Потом не едешь. И вот до сих пор, то есть уже все, завтра начинаются Олимпийские игры. Мне сегодня вечером сказали, что я еду. Но это издевательство, конечно, за рамки просто выходящего. Вот кадры первой тренировки Юлии Ефимовой в Рио-де-Жанейро. Пока арбитражный суд тянулся ответом, спортсменка не теряла времени. Нашла бассейн и начала тренироваться. Но уже сегодня она переезжает в Олимпийскую деревню. Первое соревнование в это воскресенье. Допуск российской чемпионки стал возможен после того, как накануне поздно вечером спортивный арбитражный суд признал незаконным решение МОК о так называемой двойной ответственности российских спортсменов. Согласно этому требованию от Олимпиады отстранялись те атлеты, которые хоть раз попадались на допинги. В России неоднократно обращали внимание на дискриминационный характер этого требования, ведь оно было направлено только на наших спортсменов. Атлеты из других стран с погашенными дисквалификациями были допущены до игр. Но теперь создан прецедент, который дарит надежду еще десятку российских олимпийцев. Среди них двукратный чемпион мира борец Виктор Лебедев, который хоть и не надеялся получить путевку в Рио, тренировок не прекращал. Да, конечно, готов бороться. Мы буквально завтра вылетаем. И самое главное, хотелось бы выиграть, оправдать надеждой своих тренеров. Однако всех оправданных спортивным арбитражным судом атлетов еще должна утвердить специальная комиссия. Впрочем, МОК уже пообещал подчиниться решению суда. Окончательный вердикт ожидается в самое ближайшее время, ведь игры стартуют уже завтра. Сегодняшний результат вы расцениваете как победу? Я считаю, что это очень хорошо, что большинство наших спортсменов, большинство наших команд, в большинстве видов спорта смогут принять участие в Олимпиаде практически полными составами. Это очень хорошо, и то, что наши спортсмены прошли вот такую дополнительную проверку. Без потерь в полном составе на играх будут представлены команды по бадминтону, боксу, маунтинбайк и BMX, женская сборная по водному полу и гандболу, волейбол, гольф, грибной слалом, дзюдо, конный и парусный спорт, настольный теннис, прыжки в воду и на батуте, синхронное плавание, женская и греко-римская борьба, спортивная гимнастика, стрельба стендовая, пулевая и из лука, теннис, триатлон, тейквондо, фехтование и художественная гимнастика. Наибольшие потери понесла легкая атлетика. Там из всей сборной допущены только прыгуни Дарья Клишина. Затем идет академическая гребля. 4 из 28 спортсменов, 8 из 14 гребцов на байдарках и каноэ, в велоспорте на треке 4 из 9 спортсменов и в пятиборье допущены трое из четырех. От общего числа заявленного первоначально состава наша сборная потеряла почти треть, но все-таки попала на Олимпиаду, несмотря на громкие голоса в МОК, призывавшие полностью отстранить нашу сборную. Ни одна команда здесь на Олимпиаде в Рио не проверяла так тщательно, как российская. На сегодняшний день, я думаю, что нет более чистой и так сильно проверенной команды, как российская. Обнадеживающие новости о нашей сборной стали лучшим подарком на открытие российского дома болельщиков. Здесь теперь будут чествовать наших спортсменов, которые, несмотря ни на что, выступят на играх в Рио. Теперь олимпийский принцип важна не победа, а участие актуален как никогда. Хотелось бы пожелать забыть все вот эти перипетии, борьбы с допингом и просто выступить хорошо и подарить нашим болельщикам много приятных минут. Целей по медалям нет? Нет, мы никаких целей по медалям, конечно же, не ставили и не ставили. Российский дом болельщика будет открыт теперь каждый день вплоть до самого последнего дня Олимпиады. Расположен он в самом центре Рио-де-Жанейро на знаменитой набережной Копа-Кабана. И хочется верить, что это место в ближайшие две с небольшим недели станет центром хороших новостей. Антон Вольский, Юлия Заграничного, Дмитрий Волков. Первый канал Рио-де-Жанейро.